Роспотребнадзор принял к рассмотрению исследования НИИ промышленной и морской медицины. Учёные предлагают максимально оградить потребителя от употребления всех молочных продуктов, включая сыр, мороженое, маргарин, майонез и дрожжи российского производства. Дрожжи особенно, их можно считать практически ядом. Зарубежные дрожжи тоже ситуацию не спасают, почти все они содержат ГМО. В этих продуктах наибольшее количество пищевых добавок. Они способствуют процессам морожения в организме, нарушают работу иммунной системы, ведут к болезням и быстрому старению. О том, чем нам грозит постоянное употребление в пищу изделий на основе обычных хлебопекарных дрожжей, в сенсационном расследовании Вячеслава Волкова. Первым из советских учёных, открыто противостоявших внедрению дрожжей в советскую кулинарию, был доктор-диссидент Виталий Караваев. Фраза «при отсутствии процессов морожения отсутствует препятствие к духовному росту» стоила Караваеву принудительного лечения в Кащенко. Сегодня доктора говорят о влиянии дрожжей на организм человека без страха попасть за решётку. В популяции детей современных, в сравнении с даже столетней давностью, кальций в крови значительно упал в разы. И одной из гипотез является как раз то, что именно этот кальций расходится на процесс соображения. Прежде всего, необходимо знать, что дрожжи дрожжям рознь. Учёные противостоят не тем грибкам, которые существуют в природе миллионы лет, а тем, что создал сам человек путём манипуляций с генетическим кодом. В войне с такими дрожжями певица и журналистка Жанна Вечевская посвятила более 20 лет. Такой хлебушек, по-залее сказать, с этими дрожжями мы едим. Нас убивают, нас отравляют, ведут к онкологии. Ещё в 80-х в личный архив Бечевской попала копия секретной тогда государственной технологии производства дрожжей хлебопекарных, прессованных. Этот продукт до сих пор составляет основу производства хлебобулочных изделий в масштабах целой страны. Секретность документа объясняет химический состав и список ингредиентов. Просто прочитаю самое главное, что входит в состав термофильных дрожжей. Термофильный – это значит устойчивый. И все вот эти яды, которые сейчас назову, они остаются в организме, они вводятся. Всё идёт к онкологии. Межгосударственный стандарт ГОСТ 171-81. Издание официальное, перепечатка воспрещена. Требования настоящего стандарта являются обязательными. Помимо прочего, согласно ГОСТу для выработки дрожжей, используется следующее основное вспомогательное сырьё. Сульфат аммония технический. Аммоний чернокислый и очищенный. Аммиак водный технический. Карбонит. Кислота серная техническая или аккумуляторная. Микроудобрение для сельского хозяйства южных районов СССР. Кислота олеиновая техническая. Известь хлорная. Известь строительная. Известь бенильная термостойкая. Формалин технический. И фуруцелин. Моющее жидкое средство прогресс. Три вида соляной кислоты технической. По одной из легенд, в основу производства таких хлебопекарных дрожжей легла рецептура немецких биохимиков. Сейчас у меня в руках немецкие документы из трофейного архива. В них в частности говорится о том, что 6 декабря 1936 года в приемную рейх Каслера Германии был доставлен доклад о свойствах выпечки из дрожжевого теста и колбасе на дрожжевой основе. Уже 7 декабря в нем появляются пометки Геббельса. Первое. Исключить из рациона немецких солдат. И второе. Если русские не погибнут в войне, то их ждет гибель от дрожжей. И мы им в этом поможем. В январе 1938-го доктор Геббельс предложил фюреру организовать массовые поставки гуманитарной помощи Советскому Союзу. Согласно стенографии заседания, основу продовольственных эшелонов должен был составить подвид дрожжей, специально выведенный немецкими микробиологами на основе термофильных, а значит не погибающих в организме человека, бактерий. Термофильные бактерии есть вот в муке. Дрожжей содержится, особенно из жженой муки. Потом их специально добавляют. Есть такая технология приготовления так называемых жидких дрожжей. Это полуфабрикат, который готовится из муки. Французский биохимик Этьен Вульф родоначальник теории дрожжей-убийц. Он первый связал деятельность дрожжей в организме с образованием раковых опухолей. Вульф выращивал злокачественную опухоль в пробирке с раствором дрожжевого грибка. Размер опухоли утраивался в течение одной недели, но как только из раствора убирали дрожжи, опухоль погибала. Нобелевский лауреат, немецкий ученый Герхард Домак, также связал возникновение рака с деятельностью дрожжевых грибов. Доказана роль термофильных дрожжей в усилении опухолевого роста. Сегодня убивающую способность дрожжевых грибков подтверждают онкологи Канады и Англии. А иммунологи свалили на дрожжи в вину за фатальный рост аллергических реакций на продукты всех родов и свойств уже в планетарных масштабах. Это аллергический ренит, грибковая астма, которая очень тяжело протекает, и может, грибковая аллергия может давать разнообразные кожные аллергические проявления. На ваших экранах кишечник обычного человека, пришедшего в канадскую клинику с жалобами на боль в животе. Белые прожилки и налет – это один из самых опасных для человека подвидов дрожжей – кандида. Кстати, именно кандида составляет основу любимого россиянами чайного гриба. Если говорить о брожении как таковом, то, естественно, постоянно раздутый кишечник – это помеха нормальному пищеварению. Вследствие запоры, вздутие, дискомфорт. Запоры – это, в принципе, состояние, которое способствует развитию, например, опухолей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова